из Великобритании. Прошлый референдум шотландские националисты проиграли в 2014. После выборов в британский парламент в этом году, где шотландская национальная партия получила 56 мест и заняла третье место, шотландцы требуют финансовой самостоятельности в бюджетных делах. И вообще они недовольны правительством Кэмерона, который вроде бы не спешит выполнять свои обещания дать Эдинбургу больше свобод. И теперь руководители национальной партии Шотландии говорят, что может быть и повторный референдум? Бароны требовали от Сюзерена справедливого сбора подойти еще в старину. И это была причина для составления первого государственного документа о правах свободного человека, Великой Хартии Вольностей. Ее подписал английский король Иоанн Безземельный и английский бароны в июне 1215 года. Право на справедливый суд, представительство, ограничение власти монарха – все оттуда. Из Лондона Евгений Ксензенко. Сэр Роберт Ворстер – рыцарь Ее Величества. Именно ему доверили подготовку к празднику – 800-летию со дня вступления в силу Великой Хартии Вольностей. Века назад английские бароны восстали против короля Иоанна, устав от его чрезмерных поборов. Мнение современных аристократов о монархии не изменилось. Он был действительно очень плохим королем. Он потерял провинции в Нормандии, вплоть до Аквитании. Все, чего его отец, Генрих II, добился, он растранжирил. Единственная вещь, которая у короля хорошо получалась – это сбор денег. Он высасывал все крохи из бедной Англии. Восстание баронов, то есть, по сути, гражданская война, привела к тому, что королю Иоанну поставили шах. И избежать грозившего мата монарх смог лишь с помощью радикальных уступок. Впервые английский суверен в принудительном порядке принял требования собственных вассалов. Все они изложены вот здесь. Это один из четырех сохранившихся оригинальных документов. Всего же было 13 копий Хартии, скрепленных королевской печатью. Две хранятся в Лондоне, в Британской библиотеке, а другие – в соборах Линкольна и Солсбери. Магна Карта, как и другие английские средневековые рукописи, написаны на латыни. И это рукописный текст. Так что, если вы знаете латынь и сможете разобрать почерк, то читайте, пожалуйста. Магна Карта в переводе с латинского – Хартия Вольностей. У Великобритании нет собственной написанной или опубликованной Конституции. Ее заменила именно Хартия. Требования баронов, как сейчас говорят, стали фундаментом для появления демократических ценностей. Аристократы потребовали ограничить налоги, власть короля, а также предоставить независимость церкви и право на справедливый суд. Впрочем, историки утверждают, что Хартия, скорее все же, символ будущих реформ. Если внимательно прочитать все 63 положения, то Магна Карта больше напоминает договор о перемирии с перечислением прав сторон, а не установление демократических принципов. Когда бароны составляли Хартию, они точно не думали о том, что вот мы, великие люди, сейчас установим свод новых правил. Начнется новая жизнь, как будто после революции. Все было не так. Саму Магну Карту переделывали несколько раз, в том числе и 10 лет спустя после ее появления. То есть это не какой-то там волшебный документ. К нему тогда бы по-другому относились, как, скажем, к американской конституции, которую постоянно цитируют. 800-летие со дня принятия Хартии отмечают торжественно. Флотилия на Темзе, королевская семья, политики. Празднование продолжится весь год. Причем не только в Великобритании, но и в США. Магна Карта теперь гордость королевства. Такой первый экспорт демократических ценностей для всего мира. Документ, повлиявший на конституции многих государств, от Америки до стран Содружества. Каждый британец должен гордиться Хартией вольности. И пусть оставшиеся копии Магна Карты поблекли, но ее принципы сияют ярче, чем когда-либо. Впрочем, убеждения о сиянии принципов в самом королевстве разделяют не все. Например, правозащитники обвиняют премьер-министра в планах по отмене закона о правах человека и выходе из Европейской конвенции. Сам Дэвид Кэмерон утверждает, что речь идет о внесении изменений, удобных для Великобритании. Принятие Хартии вольности для английской монархии закончилось постепенным переходом от абсолютной власти в конституционный. Некоторые из первых уступок сохранились до сих пор. Например, вот уже 800 лет сюда, в Лондонский район Сити, в финансовый центр, монарх не имеет права пребывать без получения разрешения от лорда мэра Сити, у которого, кстати, карета такая же роскошная, как у самой Елизаветы II.